здравствуйте сегодня у нас такой вот простенький достаточно технически проигрывать и хотя с другой стороны очень неплохой фирмы sansui из японии сделан проигрыватель в японии модель pd 350 вот к сожалению мне в интернете не удалось найти никакой полезной информации проект проигрыватель хотя сервисная инструкция на него есть а вот год производства и другое найти не удалось значит вот у него есть такой вот еще на проводе дополнительный разъемчик вот такой штекер 3 3 половиной я так предполагаю что этот проигрыватель использовался в составе музыкального центра этот штекер это внешнее управление для может быть синхронизации записи на ленту что-то может быть в таком духе или еще для каких-то целей значит в принципе состояние очень хорошее вот единственное что он не достался без звукоснимателя но я взял вот у меня есть такие запасные звукосниматели формата t4p значит я взял техник сп 30 поставил и поставил головку after market вот нашел подходящий по размеру винтик с гаечкой это очень важно потому что суммарный вес головки иглы и винтика будет определять правильную силу прижима хотя на этом устройстве прижим может регулироваться вот сейчас мы проверим силу прижима на какая у нас получилось на этом устройстве я значит подвел тонарм опустил его на весы и вот вы видите что прижимная сила получилось полтора грамма на это в принципе максимально допустимый вес для головок стандарта т4p ну и в принципе например в рекомендации фирмы техник рекомендует ставить такой вес если проигрыватель установлен на ну не на очень с таком фиксированном такой-то в соли на котором будет сайте может слегка подпрыгивать а так стандартный вес для этих звукоснимателей составляет 125 грамма вот здесь есть еще и регулировочные отверстия для регулировки режима но я решил оставить все как есть в принципе по звуку у меня это вполне устраивает и так давайте немножко проговорим про технические характеристики этого устройства значит у нас здесь классический тенденциальный тонарм с тросиковым приводом но когда я снял с полки это устройство но очень давно у меня стояла у меня внутри была моя записочка что он сделан то есть скорее всего я заменил пасеки привода тонармой и привода двигатель диска и скорее всего смазал но я перед тем как его показывать вам я его на всякий случай разобрал потому что очень давно стоял ну и там как-то чуть-чуть почистил пыли практически не было но на всякий случай я спиртиком протер все трущиеся части смазка на норме было ну да как вы поняли значит этот привод здесь привод здесь пасековый вот значит здесь двигатель пасек а вот что интересно что диска выполнен из пластмасса все он очень легкий но тем не менее в технические характеристики которые я разместил в описании к видео из сервисного описания вот можно видеть что стабильность вращения этого проигрыватель достаточно высокая я не думаю что этот проигрыватель работает хуже чем столь популярные среди как-то многих простых любителей советских проигрывателей произведений у нитровега вот хотя там диски там могут быть и тяжелые но я не думаю что коэффициент детонации у них сильно лучше чем у этого устройства я думаю что и хуже в общем-то все дело в качестве двигателя и качестве системы управления значит ну поскольку год выпуска неизвестен но можно предположить что это восьмидесятые годы значит управление двигателем выполнено на уже специализированной микросхеме вот коих выпускалось много разных но я сейчас модель не помню можно посмотреть сервисного писаний управление проигрывателем производится с помощью четырех битного микроконтроллера что тоже показывает достаточно современное производство этой машины ну опять же модель микроконтроллера можно сказать в описании но естественно микропрограмма нам недоступна то есть если микроконтроллер накроется что крайне редкое событие то починить проигрыватель без аналога микроконтроллер думаю будет весьма и весьма сложно что еще можно сказать обратите внимание вот при закрытой крышке блок управления находится находится снаружи поэтому передвигать тонар опускать поднимать его на пластинку можно при закрытой крышке во время воспроизведения это тоже достаточно удобно но и такой оригинальный тут такой дизайн вырез ну так сказать вот все как бы весьма и весьма неплохо прежде чем мы перейдем значит демонстрации работы проигрывателя мне что хочется сказать как многие полные автоматы с тангенциальным проигрывателем значит проигрыватель оборудован системой автоматического определения размера пластинок значит вот здесь вот находится инфракрасный светодиод стоит а вот тут встроенные значит вот два датчика такие вот сейчас мы снимем так хуже видно поставим обратно встроенные два датчика которые перекрываются в зависимости от размера пластинки на 45 оборотов маленькой или полноразмерной рассчитан он на воспроизведение только стандартных пластинок 30 и 17 сантиметров 7 дюймов и со скоростями 45 и 33 причем значит выбор скорости происходит автоматически в зависимости от размера пластинки изменить его скорость можно с помощью специального переключателя на панели управления и сейчас мы посмотрим как это все работает так значит что у нас тут есть вот тут кнопочка питания включим питание кнопка передвижения тонарма вперед-назад кнопка подъема тонарма вверх-вниз вот это вот кнопка которая инвертирует автоматически заданную скорость то есть если была маленькая пластинка автоматически скорость устанавливается 45 и вот с помощью этой кнопки можно изменить ее на 33 и соответственно если пластинка большая 33 можно изменить на 45 и клавиша repeat есть соответствующим тут светодиодиком значит естественно система автоматического определенного размера пластинок она и знает что и пластинки нет поэтому не позволит вам включить проигрыватель вот кнопкой пуск-остановка если ничего нет вот посмотрите как это происходит так вот он сейчас подумает и вернется обратно значит если пластинки нет это не испортит вам иглу вот сейчас мы поставим пластинку на 33 оборота значит нажмем кнопочку пуск вот видите он вышел на начало в сервисной инструкции есть написано как отрегулировать если оно сбито начало что здесь интересно вот если я давлю кнопки вперед-назад то в отличие от многих других моделей тонарм не автоматически не поднимается то есть здесь для того чтобы двигать тонарм нужно сначала его принудительно поднять вот и потом двигать вперед-назад ну и в отличие от более старших моделей этот проигрыватель не имеет две скорости движения тонарм имеет только одно вот такая вот есть идея вот ну естественно есть автостоп сейчас мы увидим значит как он работает ну и заодно проверим как работает повтор вот в кончик поставим самый конец сейчас он пойдет на выход вот сработает автостоп вот вот и увидим как работает повтор значит разные модели по-разному себя ведут эта модель отводит его на начальную позицию и как бы начинает сначала вот таким вот способом вот значит кнопка старт-стоп сразу выключает и режим повтора и полностью останавливает снова работу проигрывает или теперь обратимся к сорока пяточки сорока пяточку поставим у меня родного не было адаптера полно разных других посмотрим как это выглядит достаточно интересно как он задумывается при системе автоматического определения размера вот посмотрите вот как он сейчас раз подумает здесь увидит что большой пластинки нет и пойдет на маленькую вот ну и начнет ее воспроизводить примерно такая же картинка будет и если мы включим значит повтор с автостопом вот сюда подгоним иначе он сейчас дойдет до конца пойдет на повтор с автостопом с автостопом с автостопом пойдет на повтор то же самое сейчас он задумается вот и иначе после этого тихонечко поедет на начало пластинки снова сорока пятки ну и снова кнопкой старт стоп все вернется назад вот на мой взгляд это устройство ну конечно же не относится никакому там хай-энду но к хай-фай точно относится и как я уже говорил я абсолютно уверен что оно лучше советских изделий берского радиозавода с польским проигрывателем у нитро который так широко популярный ну в нашей стране особенно среди тех кто в свое время пожил в СССР не знаю цена тому причина я лично не люблю нитро потому что я с ней провозился так долго обеспечить стабильность нормальную стабильность вращения этих проигрывателей чрезвычайно тяжело а этот проигрыватель с пластмассовым диском имеет очень хорошие показатели стабильности скорости но как я уже говорил в техническом описании который я поместил в описании к видео вы можете это увидеть но в заключение мы с вами послушаем небольшой фрагмент пластинки я обычно выбираю пластинки которые были выпущены более 50 лет назад потому что в соответствии с законодательством Российской Федерации все фонограммы с этих грампластинок находятся в общественном достоянии на территории Российской Федерации значит вот мы будем слушать такая вот фрагмент такой пластинки хит магазин Джерри Уилтон и его оркестр значит это производство телефонки пластинка я в свое время специально купил через интернет-магазин в Германии несколько старых таких пластинок именно для демонстрации устройств ну и это же самое пластинка у нас будет звучать в фоновом сопровождении этого видео ну на этом все спасибо вам большое за внимание и до скорых встреч на моем канале в Германии в Германии заSteer �� Zusch instagram так 입니다 они медленно они они Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!